Музыка Телефон сразу не забываем, звук включаем Обстановка новогодняя, поэтому все улыбаемся Сейчас по серии у вас мы будем Так, сразу с технических вопросов начнем Галина Антоновна, мы-то что улыбаемся Стихотворение члена нашего клуба Дни пролетают, удаляясь в глубь веков И в бесконечность мироздания Все явственнее поступив шагов А мы лишь на пороге ожидания Как будто только что вошли мы в этот мир И ждем большого, неизвестного нам чуда О, как без цели Вес за каждый миг познания От чего, что и откуда Мы начинаем только понимать Простые истины Христовой веры Зачем пришли? Себя лишь углажать Или есть тому разумные пределы? Ведь не за тем, что брат на брат ошел Что процветала ложь И низменные страсти Свело бесчестие всех народов зло Анархии и прочие напасти С собой не заберешь Ведь все добро, добытое приспешниками ада Зачем же на земле тебе оно? Коль в жизни вечно этого не надо Как хочется сказать всем Оглянись, останови мгновение И подумай, что значит Дорогое слово «Жизнь» Какой ее наш Бог задумал? Сейчас вопрос такой Член нашего клуба член клуба молчит Белого ушара Я тоже думаю дальше Дальше, дальше Дальше, дальше Член По-моему это Уйгина А мне кажется Мне кажется это Уйгина А я думаю он мировался Я думаю Сергея Мне тоже не нравится Ну что он по-моему сможет Я слышу Такой длинный Жесть Такой длинный Ну что не Тоненко, да? Кроме тебя Не деля телевизор Да Елена Николаева Вот это другое дело Вероника АПЛОДИСМЕНТОР 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 Не лучше угадать Не угадать Горит костер Воспоминания публика И все свое распределяет сам Зала земли Огонь усталым людям А дым Открытым настежь небесам И тем сильней взметает Пламя ветер Чем суши ветки листья и трава Растение горит и после смерти А человек Пока душа жива И нет иного у него призвания Как вспыхнуть в мире факелом живым Ничего не тягость не сознание Что все твои тревоги и страдания Всего лишь дым Ушедший в небо дым Ведь столько приходящего на свете Бескрылые порывы и дела Любовь, не воплотившаяся в детях Окупы чванства, зависти и зла Зачем они? Бесплодны и конечны Вся суета на поприще земно И вечно только то, что человечно Что зажило в нас солнечным огнем Пылай костер Высвечивай нам лица Дари тепло усталым стыло небе И хорошо с тобою породниться Что больше было светом земли Горит костер Разлит по кружкам чай Совсем как тридцать лет тому назад Ушедший вспоминаний изначально Как будто с нами рядышком сидят Мы вместе всю осознанную жизнь У каждого из нас своя семья Но если ты споткнулся и упал Помогут настоящие друзья Они зайдут Случайно, просто так Плечо подставят крепкое свое Они не променяют запятак Надежду и доверие твое Они незримо будут здесь, с тобой И даже если пасмурно вокруг Тебе в ладонях солнце принесет Единственный и настоящий друг Ведь столько приходящего Увы, как зебра жизнь меняет цвет полос И за собою будет нас вести Мечта всей жизни Жаль, что не сбылось Мы достигаем цели, к ней идя Ступенька за ступенькой вперед Лишь с возрастом осознаем себя Пещенька, что течение несет Молодец! Я не прочитаю нашего члена клуба А вы угадайте Написано, первая подсказка Написано 15 января 17-го года Дни пролетают, удаляясь вглубь веков И в бесконечность мироздания Все явственнее поступ их шагов А мы лишь на пороге ожиданий Как хочется сказать всем Оглянись Останови мгновение И подумай Что значит дорогое слово Жизнь Какой ее наш Бог задумал Легко давать совет Осуждать легко Это не надо? Нет Я просто сразу расскажу В группе у нас есть Валентина Нет Валентина Згирская Она сделала задание Ну она просто говорит А я про себя и все И вот сделала Ну давайте А я прочтаю Да, давайте прочтем Легко давать советы Осуждать легко Привычка поучастья Сидит там глубоко Ловит Да с дуба с дубой На деле Простота Как в молодости Часто берем в мешке кота Ну ладно Не кота А кошку Чьи зубки так остры Дуэтом петь готовы С ней в марте Все коты А выбор за тобою Не жалко Поделись Не хочешь Спор с судьбою Такая она Жизнь Валентина А вот сюрприз 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 Одна река На две страны На правом вы На левом мы Вот там Китай А здесь Россия И отражаются красиво Город вести благой Вместе с черной рекой Благовещенск хэхэ Вновь купаются в реке В Китае русский был богат Сейчас китаец В России рад Но ты мой друг А я твой друг И пусть не рвется друг вокруг Поменялся валютный курс Мы не зависим от конъюнктур Мы не зависим от вождей Ведь для народов мир важнее Благовещенск хэхэ Вы совсем не вдалеке Огоньками любви Шлют привет вам фонари Друг напротив друга Два города Два друга И лишь река на всех одна Сближай дружбой Берега Майор 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 Вы в Китае В Китае были вы хоть раз? К чему так радуется глаз? Дома большие тут и там И яркие огни реклам В окраине города хэйхэ Трущобы как на КПП Домишки ветхие вокруг Вот так живет китайский друг От нищеты народ бежит Их речку через путь Их через речку путь бежит Бегут в Россию дружно все Чтоб жить роскошно и в красе А как же озеро Байкал? Туда течет китайский кал У китайцев где была нога Уж больше не шумит тайга Не знаю друг он или враг Но нам нельзя жить дальше так Байкал все вместе отстоим Не отдадим природу им АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Куча сверстков прем из магазина Кухня превратилась в магазин Жарим, парим, рубим, вышинкуем Разливаем, солим и берчим Чтобы уничтожить подчистую Под покровом праздничной ночи За окном дождит и блещет слякоть Плюс, а вот и печки, юг, жара Вроде все, ах да, осталось сляпать Тортик, сляпать тортик и сожрать Наконец все съели, торжествуя Оливье осталось, но прокис Из-за воздержания голосуют Животы, что тупо смотрят вниз Новый год неспешно наступает Прошлого ни капли не едят И как аллергия высыпает Белый снег на грязных площадях Это просто члена клуба Даль раздольная Манит, манит И бегу ото всех без оглядки я А душа, что березка русская Наготове своей дурманит Все по краю, по краю, по краю Кулаки сжимают до хрустая А душа, что рулетка русская На крок нажимать наобещает Многь тоцка Все смешало Мешает И белу гореву Гробкозвучная А душа, что гармошка русская Песовую иди Приглашает Я их с предложением Моих слов Узнашу сначала После секунды не коротенько Даль раздольная Манит, манит И бегу ото всех без оглядки я А душа, что березка русская Наготове своей дурманит Все по краю, по краю, по краю Кулаки сжимают до хрустая А душа, что рулетка русская На крок нажимает превещает Но в тосках все мешает Мешает И белу гореву Гробкозвучная А душа, что гармошка русская В лесовую иди приглашает Пусть гармонь отдохнет Отдыхает Ненавижу себя Когда грустная Ведь душа моя Просто русская Медову на грудь принимаю И друзьям Кружки всем пополнения Наливаю Пусть пьют Она вкусная Потому что Душа та русская И души Не бывает добрее АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не замечаем время мы порой. Все кажется, как будто молодой. В душе еще цветет весна, А не вторая половина сентября. Семья, работа, дети и друзья. Взрослыми уж стали сыновья. Конечно, жизнь ведь прожит и не зря В первой половине сентября. Пусть жизнь и ритм уже другой, Но все мы открываем мир иной. Желаю дальше жить благодаря Вторую половину сентября. Стихотворение Агурского поэта Называется «Липовая любовь». В теплый вечер, в воскресенье Познакомились с тобой. Попросил ты разрешения проводить меня домой. Шли мы рядом, возле пруда, Липой смотрится в реку. Ты сказал, какое чудо! Посидим на берегу. Мы сидели долго-долго, Я вздыхала, ты вздыхала. Только вздохи тебе без толку. Ты ни слова не сказал. Вот прошли уж две недели, Каждый вечер у пруда Мы под липами сидели И молчали, как всегда. В теплый вечер, в воскресенье Познакомились с тобой. Попросил ты разрешения Проводить меня домой. Но, как видно, зря весной Мы дышали липами, И любовь она с тобой Получилась липой. Ну вот, стихотворение Селена нашего пил. Селена, не обижайтесь, Как видела, так и видела. Значит, стихотворение читаю. Друзей вспоминаем мы редко, К стыду своему иногда. В душе возникает пометка, Увидеться надо. Когда? И вновь в суете торопливой Стираются чьи-то черты, Задумчиво мчимся мы мимо, А надо было просто зайти. Апсо? Нет? Да, точно. Ну, как это? Друзей вспоминаем мы редко, А Эльцгеймер замучил тебя. Склерозу поможет таблетка, Забывчивость лечит любя. Ты дома? Зайду на неделю, А в холодильнике пустота. Прости, есть дела поважнее, Наивная ты простота. И вновь в суете торопливой Спросить вас захочется вдруг, Что в жизни такой суетливой? Нужник тебе важен? Или друг? Занятий не было, Поэтому я немножко неправильно Помогу задания, видимо. Поэтому у меня нет стихотворения Мусского автора, Я взяла два стихотворения Наших, С клуба, И написала на оба пороги. Значит, первое. Страшный сон. Жизнь моя, сказать у местных, Ничего со стороны. Но ночами, если честно, Снятся страшные мне сны. Вот однажды мне приснилось, Вспоминаю, стынет кровь, Что у меня навек вселилась Однобокая любовь. Делать что с ней? Я не знаю. Как мне быть? Как поступить? Не от счастья понимаю, Не боржом, А водку пить. Я люблю. Меня не любят. Спрось, кого? Кто виноват? Жизнь мою под корень рубят, Видят все, и все молчат. И куда теперь податься? Кто поскажет, Чё почём? Ну, не с жизнью ж мне расстаться. Как бороться с глупым сном? К фее мне или к колдунье? И в каком лесу кричать? И в какое полнолуние Мне взаимность повстречать? Может, лучше мне проснуться И прогнать ужасный сон? И в жизнь другую окунуться? И начать свой новый кон? Раз исчезнет однобокость, Побежит по венам кровь, Всё плохое сгинет в пропасть. Есть взаимная любовь. Сергей Дмитриевич. Вначале, когда первое слово «фея» прозвучало, Да. Я думаю, всё окей, а тогда я. Но лишь я глаза закрою, Лезет всякая фигня. Вроде было как обычно. Спать улегся я один, Водку я не пью прилично, Не любитель ядовин. И помню, вроде бы, Как будто никого со мной втлочью. Глаз открыл, и вижу смутно Тень, крадущуюся прочь. Кто ты тень? Ты мне приснилась? А тебя ведь стынет кровь. Я не тень, я подселилась. И вновая любовь. Так что, к чёрту сантименты, Помнишь, в банке брал за юм. Вот, накапали проценты. Будем жить теперь вдвоём. Делать что с ней, я не знаю. Как мне быть? Как поступить? От тоски я замираю. Не хочу я с Любкой жить. Не хочу с собою рядом Видеть женщину не ту. Провожать хочу я взглядом. Тут проснулся я в поту. И куда теперь податься? Кто подскажет? Чё по чём? Ну не жизнь уж мне расстаться. Как бороться с глупым сном? К феям мне или к колдунье? И в каком лесу кричать? И в какой полнолунии Мне такого избежать? Нужно мне скорее проснуться. И ужасный сон прогнать. Жизнь в другую окунуться. И кредит совсем не брать. Раз исчезнет одна богасть, Побежит по венам кровь, Всё плохое скинет в пропасть. Не нужна мне та любовь. Побежит по венам крови. Какая у нас аура возбуждённого? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, ну наш автор. Работа душит, тоска съедает, Рыбалка манит, но времени нет, Мираша счастье, как дымк катает, А осень жизни кричит Привет! На груди плечи усталость давит Я снов спокойным забыть давно Душа порою в кабак поманит Где стресс снимает коньяк, вино, конфеты, фрукты Кальян и скрипка У сладости сердцу, комфорт в душе О многом скажет твоя улыбка Ее чутнул я в карандаше Спасибо память, что сохраняет Мгновение счастья моей судьбе Полос прическу и цвет меняет И на височках, и в бороде Не убежать мне и не укрыться Ведь осень просто пришла в свой срок И с этим нужно легко смириться Но чтоб до тризны любить я мог Он меня вдохновил Работа душит Такая скука Кальян и скрипка Конфеты, фрукты, бредовый сон А после пофиг на эти бредни Пусть на височках уж седина Текила, водка, коньяк и бренди Официанты, еще вина Пусть здесь толкает мне ходри белья У сладости сердца, покоя в душе Мольберты краски, бумага, перья И твой портретик в карандаше Пусть в жизни будет не шатковалка Мои любови всегда со мной Вино и водка, коньяк, рыбалка Твоя улыбка, ночной запой Здесь больше света Добрый день всем Стихотворение членов наших улов Амур Название не читаю, умышленно Супки зеленые вновь предо мной Лес укрывает своей листой Слышится шум родника вдалеке Нежно поет он роман в сырике Птицы щебечут, встречая зарю Их я в лесу очень слушать люблю Веночку вижу, сидит на сосне Шишки кидает на голову мне Где-то кукушка считает года Горь с ее не забыть никогда Бабочки, пчелы, стрекозы, цветы Много природа в тебе красоты Дарит природа нам сказку свою Песню за это я ей пропою Вам я скажу откровенно Друзья, жить без нее в этом мире нельзя И мы сейчас как на природе Посмотрите, у нас такая радость А кто же этот член Клуба Амур? Нина Тищенко Нет, не Димка Нет, не Димка Нет, не Димка Говорите с головой Димка, ну что вы Дима, Дима Дима Стихотворение Амурского Писат или поэта А у меня будет продолжение Никакая не пародия А разговор с ним Я хотела бы его успокоить Может быть, или продолжить Честно говоря, у меня даже два и все с ним Я не верю в любовь на полставки Ставка Жизнь Что, рубить пополам? Вы представьте Вы только представьте Этот кровью залитый бедлам Вы уходите Что ж Отпускаю Не гонюсь Не молю Не плену Одиноким Оставившим стаю Волком Буду я выйдь на луну И в морозной ночи Будет снится Будто воин Ответный Поет Одинокое чудо Волчиться Недоступное Счастье Мое И так Вы уходите Что ж Отпускаю Не гонюсь Не молю Не плену Одиноким Не бабушкам Оставившим Стаю Волком Буду я выйдь на луну И так далее Одинокое чудо Волчица Недоступное Счастье Мое А могло бы Все быть По-другому Рука Об руку Ярче свет Рады были бы Счастью земному Дружно жили бы Много лет Провожали бы Вместе закаты И встречали Вдвоем Зарю Каждый день Говорили бы Друг другу Я живу Потому что Люблю Не легче Не легче Спасибо Владислав Левец Он придет Сейчас желанный Турнира Звук трубы Небеса Просверлит И ударит Моя секира В твой Окованный Сталью щит Не желаю Тебе позора Я Не хочу Чтобы кровь Текла Просто Очень Ловко И здорово Выбиваю Тебя Из седла Не сойду Я с коня Воевого Не сверкнет Над поверженным Меч Будет жизнь У тебя И снова Много дней И разлук И встреч Но победное Звонкое Счастье Очень тихо Пущу коня Вот теперь Не просить Участья За огромным Отец Подойдет Как и прежде Погрозит Из окна Не балуй Это так Как художники у нас Но сейчас Уже повысили Класс Такие Большие Стихи Огромные Я что-то Такие Маленькие Но вот Этот Из Союза Писателей Ну Сразу Отгадайте Вы что-то Я смотрю Женин Сто раз Уже Называли Зато Когда Закончив Путь Ты Повернешь К обочине Тебе Захочется Взглянуть На бег Свой Забочина Если Город Издвигал Не в тягость Грусть Усталости А если В камушки Играл То Должен Зря До старости Как Не суди Жить Ее Бытие Одно В веках Проверено Что Людям Отдано Твое Что Спрятано Потеряно Светлана Борфунова Масса Правильно Александр Я вот тут К нему Просто Хочу Фразу Сказать Люди Планируют За несколько Месяцев Где Они Будут Проводить Новый Год Но Никто Не Планирует Где Он Будет Проводить Вечность Месяцев Месяцев И появилась просто так, в конечном счете, ее право, а у меня к ней дело и тесть. Хочу по этой золотоглавой на небо зимнее залезть. Длина небесная дорога, там встречу новую зарю, и, может быть, увижу Бога, точно. И с ангелом поговорю. Мечтать, по-моему, не лишнее, коль спросит Бог, где тебе быть, скажу ему, прости все лишнее, мне землю хочется любить. Невыкот, наконец-то. Именно вот это маленькое стихотворение я предложила по своему. Радуга и летом это добрый знак, а зимой, ребята, просто чудо, факт. Мы во сне в гостях бываем и только утром понимаем, что точно видели его, доброго ангела своего. Он за мной всегда летает и во всем мне помогает. Только знать об этом надо, любить его, а не плевать через плечо, ребята. Вы знаете, я совсем недавно узнала такой факт. Ну, может быть, вы это знаете. Ну, многие говорят, что-то говорят, стучат, потом плюют налево. Через белое польцо. Оказывается, налево. Ваш ангел сидит налево. Вот оно сердце, я сразу снова. А направо сидит, ну, вы знаете, кто из темного плана. Ни тому не понравится, ни тому, что вы плюете. Говорят, вообще не надо плевать. А стучать, говорит, когда стучите, призывайте их. И из-под метра. Дворение члена нашего клуба. На моей подушке отдыхает счастье. Белые ладошки прячу под щекой. Счастье на подушке — это ли не праздник? Я его тихонько обниму рукой. Тихие минуты, будто бесконечные. Пахнет сладкий ротик теплым молоком. Я могла бы рядом быть с тобой вечно. Счастье на подушке — спи спокойным сном. Костеря на подушке — это ли не праздник? Правильно. Галина Сорбановская. Что происходит? Что случилось? Я перестала говорить. Мне хочется. Я трачу силы. Нанизываю фразы. Нить. Она тонка. Но звуки льются. Они как бисер. Тяжкий груз. И снова мысли рвутся, рвутся. Потерян впечатление и вкус. Мой мозг. Извилины, как льдинки. Краями острыми все в кровь. Меня замучили картинки. Из прошлой жизни нету слов. Мой ум все спорит и трепещет от многих найденных улик. Сознание и мысль хлещет, хлещет. Эх, развязался бы язык. У луны простуженный овал. За горизонт уходит смирно. Кто что-то сегодня не сказал, пусть все закончится лишь миром. Ну и вот мой такой отзыв, впечатление от стихотворения. Давай сегодня помолчим. От криков, споров нету толка. Под тусклый огонек свечи послушаем, Как воет волком и стонет, Как подбитый зверь, Бродяга ветер хриплым слогом. Ему мы не откроем дверь, Беду оставим за порогом. Давай мы просто помолчим. Потому что, честно говоря, У меня два стихотворения, И оба члены клуба здесь присутствуют, И на оба у меня пародия. Первое стихотворение И называется Моя душа, как ласточка летала. Снова вкус губной помады, Память о тебе. Жалко только ты не рядом, И грустится мне. Поцелуй твой вспоминаю, Теплый губ магнит. Сквозь часы и расстояние Он меня манит. Моя душа, как ласточка летала. Я тебя люблю, ты мне шептала, И нам двоим всегда друг друга мало. Тебя одной всю жизнь мне не хватало. Вспоминаю вечер, встречу, Смоль твоих волос, Распустил их, Растрепал их, Я при свете звезд. Твои нежные объятия, Ласки при луне. Ты моя большая радость, Небо на земле. Моя душа, как ласточка летала. И я тебя люблю, ты мне шептала, И нам двоим всегда друг друга мало. Тебя одной всю жизнь не хватало. Три-четыре. Лена, нет. Мамин. Мамин, да? А я пить собрался. Да? Я пить собрался. Ну а теперь пародия. Называется... Там ласточка у меня называется. Душа орлиная. Этот вкус губной помады В памяти стоит. Я один, Тебя нет рядом. Телефон молчит. Поцелуй мой вспоминаешь? Жаркий, как огонь. Знаю, Быть со мной мечтаешь. Да, ведь я такой. И душа орлиная Запеклась внутри. День и ночь длинные Нас не берегли. Рядом просто быть с тобой. Мне всегда хватало. Стало мало мне одной. Правда, мало стало. Вспоминаю вечер встречи Волосы твои И ложились мне на плечи Рученьки твои И объятья нежные Ласки при луне. Мне хватало. Вежливым был всегда к тебе, Но душа орлиная Не дает покой. Сердце Кобелинная Мало мне одной. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нет, нет, нет. Сердце Кобелинной не очень. Будет снять Другое. Нет, нет. Это надо вот Девятнадцатого концерта будет. Да, да, да. Да, да. И тут же пародия. Нет, нет. Другое стихотворение Называется Я начинаю привыкать. Я начинаю привыкать К твоим обидам И сомнениям К твоим безжалостным гонениям Я начинаю привыкать. Я начинаю привыкать К твоим придирчивым разборам К сумасводящим разговорам Я начинаю привыкать. Я начинаю привыкать К твоим уходам и тревогам И страхам, созданным по кругам Я начинаю привыкать, я начинаю понимать, как жалко выглядят попытки прощать сквозь слезы и улыбки. Я начинаю понимать, я начинаю понимать, что становлюсь я все слабее, и мне становится сложнее твою ладонь своей держать. Я начинаю привыкать. Я не желаю привыкать к твоим обидам и сомнениям, необъяснимым обвинениям, Я не желаю привыкать. Я не желаю привыкать к скандалам, ссорам, разборам, с ума сводящим разговорам. Я не желаю привыкать. Я не желаю привыкать к твоим уходам без причины. Не для того даны мужчины, чтобы добродушно привыкать. Я начинаю понимать, как жалко выглядят попытки, чтобы вызвать на лице улыбку. Я начинаю понимать, я начинаю понимать, что ты в моих глазах слабее. Не сожалею о потере. Я начинаю понимать, что не желаю привыкать. Уже давно уши-то рано, уже в палате человек спать поздно, делать что-то рано. А за окном рассветный снег, обыкновенный снег. Но сколько б я не смотрел передо мной, то белизна больничной койки, то гипсомерственный покой, то бледность мраморного тела всплывает, как в немом кино. Неужто мне и в самом деле иного видеть не дано? А в мире столько ярких красок, из коих соткан белый свет. Но я могу без разных всяких, а вот без этой, главное, нет. Какая ж сила приобщила меня к стихии мух людских и словно пологом закрыла палитру радости земных. Боль, сострадание, есть и это, и все же главное в другом. Душа светла и жизнь согрета отнюдь нежертвенным огнем. И во врачебной нашей касте у каждого, кто предан ей, живет в душе подвижник, мастер, что жив в профессии своей. Стол почини и то от рада. Уже недаром прожит век. А какова ж за труд награда, когда не стул, а человек? Вот он лежит, сонлив и бледен, и невдомек ему одно, Что все, в чем я богат и беден, в его классах заключено. Открой он их, моя победа. Закрой навек, моя беда. Вернись их блеск и не изведать мне лучшей доли никогда. И жизнь при всех ее утратах, быть может, тем и дорога, Светает тишина в палатах, а за окном снега, снега. А я могу еще пару слов скажу? Я хочу сказать о том, что я когда училась в институте, И только-только на третьем курсе мы начинали учить болезни, Потому что там и сомат, и диамат, и что только не было, только на третьем курсе. И группу по хирургию нас вел Масло. Мы были настолько в него все влюблены, Он настолько хорошо все преподавал, Ну просто бесконечно. Вот я несколько строчек про него написала. Алин Константинович, наш педагог, Ты выбрать профессию многим помог. Больным состраданию нас научил, Чтоб ставший врачом свое дело любил. Ты города гордость, прекрасный поэт, Но жаль нам, увы, с нами Маслова нет. Так, ну первое, конечно, я прочитаю нашего товарища. Убегает по радуге лето, Убегает по радуге лето, Без оглядки, росой по полям, А душа по привычке раздета, Машет свет голубым журавлям, Листопадом тихонько тревожат мысли, Осень и первые дни, Ветер мокрый над городом кружит В небесах облака, корабли, Убегает по радуге лето, Без прощания, настала пора, И душа теплым шарфом согрета, Так и тянет бродить до утра. Надюшенька, наверное, да? Надюшенька, папа. Надюшенька. Мой красный крест, Мой красный крест, Тяжелый крест, Навек врученный мне судьбою, Мне никогда не надоест Нести тебя перед собою. Ты кровью светишься во мгле И утверждаешь, что от века Одна есть вера на земле, В земную жизнь и человека. У каждого над головой Своя звезда в небесной стыне, А у меня мой крест земной, Моя бесценная святыня. А у меня спасло. Мне не стоило приходиться надеждой. Но я поняла, что не нужно какой-то отзыв, У меня почему-то осталось слово отзыв, И я написала отзыв. И это русский человек, Интеллигент в высоком смысле, И красный крест он нес вовек, Успенский так об этом мыслил. Там, где порядочность, добро, Стоят на высшем пьедестале, И жизнь и творчество его Народным достоянием стали. Вы не найдете фальши здесь, Где предсимирие сквозило, Добропорядочность и честь, Профессию и жизнь пронзило. Вне знаний, вне званий, Достояний он Исполнил высшую задачу, От человечества поклон И многим людям на удачу. Он патриот своей страны, Поэт и анестезиолог, Коллеги памяти верны, Путь жизненный и строк, и долг. Спасибо. Амурского автора Белоснежная роза На белом снегу Ну куда же несусь я, Куда бегу? Лепестки превратились в стекло, Не спасет их теперь и тепло. А во что могу я превратиться? Как же вовремя остановиться, Оглянуться, чуть-чуть отдохнуть, Чтобы заново двинуться в путь? Белоснежная роза на белом снегу И уж им ничем я помочь не смогу. Одинцов в один Одинцов в один Мне очень понравилось, да. Ну и следующее. Сразу скажу, что с интернетом. С интернета. Член клуба ОМОН. Да, да, да. С интернета в одноклассе. Да, 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 да. Прислушайтесь В глубокой тишине Тихонечко звучит уж колокольчик. День в день Рассказывает мне, Что к нам зима явиться хочет. Потрескивает ветками мороз В лесу, застывшем, В белом ныне. Он холод и снежинки всем принес, И щедро дарит нам небо синее. День в день, так вкусно пахнет хлебом, Пекут хозяйки праздничный пирог, Готовятся ко встрече с дедом, Который в длительном пути продрал. И как невесты нарядились, ели В пушистый белоснежный свой наряд. День в день И колокольчики запели, Грядет веселый карнавал-парад. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, 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 молодец. Потом Галентина Дыба. Ну так правильно, что она нравится. Я тоже, мне очень нравится ее творчество. Я всегда читаю. Не умирай. Не умирай. Не умирай. Не умирай. Как умирай. Трещит мороз. Но скоро явится Дед Мороз. Всех приглашаем в хоровод. Скоро-скоро Новый год. Много-много ребятишкам радости несет. Рады елки детвора. Новый год встречать пора. Ну, простите. АПЛОДИСМЕНТЫ Я члены клуба нашего. Тебя я не могу забыть И никогда не забывала. С тобой вечно рядом быть В девичьей юности мечтала. При первой встрече той порой Твоим небесно-синим взглядом Я обожглась, будто волной Нахлынувшего звездопада. Впервые ощутив тепло Объятия несмелого И поцелуя твоего Такого неумелого. Пожаром охватила кровь. Нуша птенцом затрепетала. Что это ты? Моя любовь. Мне сердце сразу подсказало. Все растворилось в этот миг. Волшебным вихрем закружилось. Иришка Литки, строгий скрип. Напомню, это не приснилось. Был новогодний в школе вечер. Татьяна Илариевна костюм И шар с накинутой на плечи Не очень шел. Ты ж был угрюм. Смотрел из-за колонны зала На всех танцующих вокруг. Я так чудесно танцевала. Ты не умел тогда, мой друг. Огорчена была я. Где ты? Ты возле школы меня ждал. Шли рядышком, легко одеты. А снег алмазами блистал. А вот и дом. Мы в калитке. Бежать пора, ведь мама ждет. А тут, ах, эти милые попытки. С тех пор, тот миг, мне сердце сжет. Нет, не случилось. Мы не вместе. Но тот далекий школьный год Томит мне душу, как невесте. Всю жизнь покоя не дает. Это ж Галина, которая приходила к нам. Она его читала. Галина, да? Я читала. Только фамилию. Тихий. И Ольги. Вот Галина, которая приходила. Какой я выбрал. А это Людмила Николаевна. Ага. Читала. Ага. На его неделю назад читала. Да, на этом все все помнили, что она слышит. Спасибо. Так. Теперь английский автор. Мечтатель техногенных перемен смог утолить нахлынувшую жажду и лично выбрал добровольный плен мобильную недремлющую стражу. Ведь телефон тюремный вертухай, ворующий раздумья и молчания, поскольку, убегая, не убегая, он с нами вместе днями и ночами. Он не звонит, он музыку дарит. Намек мелодий, содрогание ритма, настырно и невнятно говорит, кто заполошно, кто порой сердито. Наш ты усыпный стражник мегафон, питающийся голосом сограждан. Зубовный скрежет и душевный стон из уст людских ты вырвал не однажды. Когда по зебре девушка идет, переставляя джинсовые ноги, о чем мобильник на ухо поет, лишая зрения посреди дороги. Не откупиться от него рублем, не убежать, не скрыться, бесполезно. Он с нами поболтает за рулем, автомобилем чащегося в безву, набросит паутину интернет на наши уши и на наши души. И очень скоро людям даст ответ на все вопросы. Господи, как скучно. Добошка. Еще время. Мой телефон, мой телефон, мой самый-самый верный друг, с тобой, с тобой и дядька и гуглок, я знаю все обо всем вокруг, я знаю обо всем вокруг. Мой телефон, мой телефон, мой самый-самый злейший враг, ты про меня почти все знаешь, и где, и с кем, зачем, и как, и где, и с кем, зачем, и как. И все мои записаны ходы, и все мои записаны слова, ты виноват, один лишь ты. Шпионишь ты, ни год, ни два, не ведаешь об этом сам. Ты лучший в мире, пень киртон, но, к сожалению, мужчин для наглых любопытных мужон. Мой телефон, мой телефон, ты мой привычный жизнефон, будильник ты и диктофон, поешь, как личный патефон, поешь, как личный патефон. Твоим всезнанием поражен, твоим участием соблазнен, мой телефон, мой телефон, в тебя я по уши влюблен, в тебя я по уши влюблен. Твоим всезнанием поражен, твоим участием соблазнен, мой телефон, мой телефон, в тебя я по уши влюблен. АПЛОДИСМЕНТЫ Я тоже из-за интернета, я вам читаю, я вам это неплохо прочитал. Сейчас. Душа. Таинственная штука. Не то уют, а то раздруг. Она то плачет, то смеется, ей тело править удается. Она болит, но ощущаем, но места точного не знаем, где в теле прячется она. Она у нас есть, но не видна. И слову доброму внимая, уже весь мир вокруг любя, Ты отхлебнешь крутого чая, заваренного для тебя, И вдруг поймешь, что в мире бременном, где все надежды хороши, Дороже всех прикосновений, прикосновения души. Камень к риму. Маленькая Тоня бегала по новой детской площадке, Что построили по смете два года назад, а по факту месяц. Тоня бегала к тому участку, где трава была давным-давно стоптана, Энергично наглоняясь, приседала так, что коротенькая юбочка касала земли. Маленькими пухленькими пальчиками упорно отковыривала камни, Отчего крупный песок забивался под неподстриженные ноготки. Она мочила палец слюной и мыла камень, в надежде, что это окажется кремуша для ее коллекции. Рядом с ней стояла маленькая желтенькая пластмассовая ведерко, Куда она складывала свои находки. Но находки-то не особо находились. Мама Тони сидела недалеко и, увлеченно, даже с азартом беседовала с мамочками из соседнего двора. Иногда Тоня замечала, что их разговор переходил в пылкие вскрики. И тогда мама брала ее по трупу и быстро-быстро направлялась домой. Вскоре Тоня была вымучена духотой летнего дня. От солнца ее защищала хлопковая панама, но она не справилась со своей функцией и не спасла ее. Горячие лучи вынудили Тони приместиться в более прохладное место и там продолжить раскопки. Она встала, взяла ведерко и побренчала в тень какого-то невысокого дерева. Там присела на полу зарытое в землю колесо. Теперь уже лениво опустила глаза, и взгляд ее упал на неприметный с виду камень. Она неохотно наклонилась, чтобы поднять его и обработать. Маленькие пальчики аккуратно подняли его из земли, осмотрели его широкие глазки и поняли, что это именно то, что она искала. Камень с наружной стороны, той, что было видно, был серым и шершавым, а вот снизу камень заиграл красками янтаря и был гладкий. Ей показалось, как мамино платье из холодной ткани. Тони его глядывала, пыталась обмыть мокрым пальцем и коребать ногтем, но ничего не происходило. Камень продолжал быть серым и шершавым с одной стороны. Она не понимала, отчего камень разный с обоих сторон. Тони встала, и уже через два, уверенных шагом, она двигалась уже решительным бегом. Кухненькие ножки несли ее за ответом к маме. Она знает все. Ей так казалось. Они настойчиво начали заплетаться, путаться в конце концов. Споткнулись о бордюрчик, и Тони упала на забетонированную дорожку. Ей было больно. Маленькая Тони обыграла колени и ладошки. Она резво подпрыгнула на ноги, разжала кулак, где был камень, и начала отряхивать юбку от пыли. Тони испачкала ее алой кровью, от этого она начала громко плакать. Мама Тони по тону плача узнала ситуацию, бросилась спасать дитя. Она подхватила ее под руки и потащила домой. Когда Тоня вернулась на площадку уже в цветастых лосинах, Тони обнаружила свои шершавые и гладкие находки. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Любовь мне была не нужна, я всегда свой покой охранял. Но ты так свежа и нежна, никогда я такой не встречал. Сегодня я только валер, и фартуна должна мне помочь. Тебя на французский манер я хотел называть в эту ночь. Шерри, мой Шерри, ты слышишь мой голос, я верю. Горько, мой Шерри, стучатся закрытые звери. КОНЕЦ Быть может, французский язык Для славянской души темный лес Я к русскому тоже привык Мне по-русски скажи, есть ТПС Вот кошка твоя за окном Одиноко грустит, мур-мур-мур Открой же скорее мой дом И меня в дом пусти Ты на мой жерень, мой жерень Ты слышишь мой голос, я верю Горько, мой жерень Стучатся закрытые двери Шерень, мой жерень Ты слышишь мой голос, я верю Горько, мой жерень Стучатся закрытые двери Но я добьюсь, я достучусь Но я добьюсь, я достучусь Шерень Шерень АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Лёгкий жесть о многом рассказал. Пара празд, и зал бросает в дрожь, Чьей судьбой сегодня ты живёшь. То в раздевле, то в пирогрисе, Сегодня кошка, завтра ты любишься. Каждый день новая роль. Мила родима, мила Виктория, Абродица. Мила родима, мила Виктория, Белопада. Миру Бог цветы не опасен, Что неровны, опять сердца целяют. Сегодня небо, завтра богиня, Кто ты царица, кто ты рабыня, Каждый день новая жизнь. Мила родима, мила Виктория, Абродица. Мила родима, мила Виктория, Белопада. Мила родима, мила Виктория, Абродица. Мила родима, мила Виктория, Белопада. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok